Привет, друзья! Вот я, наконец-то. Очередная рыбалка. Не знаю, слышно будет что-то или нет. Очень ветрено. Выбрался опять на реку. За спиной пароход. Гуляет. Прост! Выходные люди отдыхают. В общем, подойдет попозже. Саня опять на катере с друзьями. Попробуем. Последний шанс реке. Все лето убил на эту реку. Ни одного не поймал. В прошлом году на этом месте я ловил. Так что все может быть. Ну и, в общем, был я тут денек в Швейцарии. Покатался маленько и предлагаю посмотреть, какая там красота. Погнали! Еду по Швейцарии, друзья. Проехал уже 200 километров, но это было вчера после обеда. Так как еду на юг, солнце светило все время. Лобовое стекло. Поэтому ничего не снимал. Сейчас без двадцати восемь. И решил поснимать. Но, конечно, водопад небольшой. Видео придется делать ярче, потому как сейчас мало свету. Ну, красота. Мне здесь почему-то еще даже больше нравится, чем в Норвегии, когда был. То ли потому, что едешь между гор. Такое небольшое путешествие по Альпам. Прикольная деревня снизу там. То сверху в деревню, прямо в горе как-то, как они там их подвешивают. То снизу. Блин, ну красота, конечно же, да. Это что там? Обалдеть, я сейчас проехал, наверное, самый длинный тоннель в моей жизни. Что-то пропустил информацию, какой он был длиной. Но, по ощущению, километров двадцать это точно. Циркушка сверху, прямо слева. Прикольно вот люди живут. Ё-моё. Прям под горой. Как это можно там все так построить? Да, ну красота и опять уже тоннель. Поехали. Убеда и другие. Открыть двадцатьё и правда красливая страна друзья доброе утро меня все как обычно по нулям ловить мы не умели не умеем и сейчас зато в этот раз быть река маловодная течение слабая пищалки ночью в мозге не калипали на реке обычно не поспишь оттуда тишина полная тебя подошел еще немец сыном на катере перед полчаса уже парнишка приходит вот с таким судачком небольшой правда ну есть еще через час уже кричит дома поймали мы будем заканчивать в этом году наверное любой полностью буду заканчивать на озеро еще пару раз ели не плохо почему-то почему мы согрешил где-то в общем как-то так ладно до встречи на канале друзья как обычно на воде всем удачи и пока так как вы поняли друзья это уже другая рыбалка то было безуспешно заправляем второй рейс в общем прошлая рыбалка была безуспешна там уже чужие люди были я не стал снимать чтобы опять не получилось как прошлый раз где диване видео пришлось удалить руза и мелкие вот такой вот пелец грамма то есть рыбная крупных разломать чтобы запах открылся показывал сто раз одну на поп-ап вторую на такой пелец два штуки взял это это озеро чуть позже покажу его с дрона на котором я в прошлом году в апреле я в прошлом году в этом году в апреле единственного карпа в этом году я поймал на этом озере потом что-то уперся в эту реку блин хотел трофея поймать там можно на 20 на 25 килограмм хорошего карпика поймать но кто может тот и ловит так как я любитель в общем ничего у меня не вышло все лето убил сейчас уже хочу у нас там 6 августа по моему пятница сентября что я сегодня в общем с работы видимо еще уставший что-то язык еще пиво не пиво уже язык что-то язык еще и как всегда удочки вывез можно и пивас открыть пятница в общем обрадовал меня сейчас сосед заколдован у меня в этом году то ли и правда согрешил где-то в чем-то вроде бы не знаю в общем на прошлой неделе он здесь за один день 20 карпов поймал 20 карпов всех конечно отпустил это немец давайте сначала на здоровье на этой неделе он сидит здесь со вторника сегодня пятница ни одной поклевки то есть получается я на эмси я на реке река у нас эмси они здесь клюют я здесь они на реке клюют похоже так это что такое но будем ждать болен саня меня звал куда-нибудь на хищника я говорю нет я хочу на то озеро где в этом году одну рыбу поймал чтобы за все лето одну рыбу что такое чтобы результат улучшить мы будем надеяться так надежда умирает последний они могут внезапно опять начать плевать намочил шлюпок так ладненько работим пока расслабляться пока вывозил замочился чуть-чуть непонятно то ли вудка то ли то ли то ли то ли а то ли это то ли урок думать я здесь спереди рыбачу привыкли уже были что подкормка там лежит за леску по ходу сейчас зацепился и уже обрадоваться там поклевка могла бы быть все-таки наверно поклевка почему-то он опять пока я поднимался на верх он опять а 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 так это леща друзья килограмма на 2 ой извиняюсь не сегодня день как-то не задался то заговариваюсь то спотыкаюсь хуа 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 еле-еле и не сопротивлялся не дергался я поэтому и думал поэтому я и думал что там такое может быть ну ничего так в принципе да душечка не то душечка не то и то есть хорошо уже не без все все раз приходил говорит давление пошло вниз может быть и зашеделились но вещами не надо я его отпущу ну сфоткаю да в и и и и и и больше глубины достан Здесь выживет Вроде ушел Ну вот Начало есть Соседа поклевка Что-то хорошее уже В мою удочку Зашел Со вторника первая рыба У него У меня был маленький лещ Как вы видели Маленький Такой на 2 килограмма Но маленький Посмотрим, что сейчас у соседа будет Чешуйчатый карп стоит 6-7 килограмм Сейчас посмотрим Ну, трын Ой, трын, блин Взял Вот такой вот красавчик 10,5 8-9 килограмм 10,5 килограмм Вау Готовы Рискуй Доброе утро Народ Внучка неспокойна была До сих пор еще не выспался Но результативная Как видите Одной удочки нет Я вчера не стал больше Прикидывать Пришлось обрезать В общем, рекорд На этом озере 17 килограмм Карпик Фотографии с весов нет Взвешивал сосед Он свидетель Если что Все претензии к нему Два часа ночи Была поклевка Ну, выводил Кстати Легко Так же, как и лев Вчера Вообще Не понятно Было Что там То ли Дерево Какое-то То ли Что Вообще Не сопротивлялся Потому Как было Высокое давление Я думаю Они Немного Еще Сладенькие Ну, легко Ушел Что я хотел сказать Ушел Легко Минут 5 Я его Правда И нахрапом Вытянул У меня Очень Крупная Ой Ну, да И крупная Тоже Тридцатка И очень Крепкая Леска Японская До 17 Килограмм Что ли На разрыв Крупцион Даже Сильно Не ослаблял Практически Вытащил Его Нахрапом Потому Как Даешь Волю Они Потом Заходят Здесь В траву Или В коряги Там Что там Не сходят Сейчас Я это Все Уберу Удочку Рот Под Поставлю Сюда Камеру Одену Шорты И Зайду Выпущу Его Там Не хочу Его Поднимать Наверх Потому Что Как Тяжелый Очень И Зачем Муж Вишний Раз Я Зайду В воду И Потихонечку Его Там Выпущу Вчера Фотки Не Получились Ночью Камеру Вообще Даже Забыл Потому Как Отвык Уже Уже Блин Три Месяца Не Клюет Нифига Обычно Как Поклёвка В первую очередь Бежит За камерой Вчера Как-то Даже И не Прообразил Ну и Дочь Шла На машине Так Я Когда Иду Спать Уже Ставлю На На Повниста Где Предполагаю Снимать Поклёвку Сидит В садке Хочет Уже На волю Просится Будет Тыхается Там Но Сейчас Пойдёшь Одел Рабочие Шорты Я Вчера Кстати Сработа Прям Сюда Вода Тёплая Иди Сюда Красавчик Покажись Зрителям Долго Мучить Не воду Сейчас Приподниму Всё-таки 17 Килограмм Где-то Развернуть Смогу я тебе Вообще Показать Кабаняку Такого Фыркает Отпущу Его Показывать Не буду Потому Как Германии Это Запрещено Просто Сейчас Приподниму Чуть Красавчик Подождите Мама Мия Ну Подожди Я Сейчас Отпущу Подожди Покажись Еще Чуть Чуть Покажись Покажись Так Лет Десять Назад Я На 18 Ловил Зеркального Ну Подвиг Как Приехали Думаю Что На Ход Еще Вот Этот Прикольно Зеленый Ладно Всем Удачи И Пока До Встречи На Канале Продолжение 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 следует...